Здравствуйте, друзья и гости канала! С вами Элеонора, гид в Праге. В этом видео мы с вами заглянем в необычный католический собор в Чехии. Этот собор входит в десятку самых необычных и жутковатых мест мира по оценке каких-то там рейтингов. Костел Святого Иржи находится в 100 километрах от Праги и на самом деле является популярным местом для посещения. Только вот добраться к нему не очень-то просто, а все потому, что находится он в заброшенной деревне. Меня, кстати, навигатор упрямо направлял на грунтовую дорогу вдоль колючих зарослей. Пришлось ехать обходным путем. Популярен же костел благодаря десяткам одетых в белые фигуры, которые тихонечко сидят на деревянных скамьях с опущенными в молитве головами. Вглядитесь, они молчат и не дышат. И надо сказать, что когда заходишь, сюда становится не по себе. Костел был построен на холме в деревне Луково. Самая старая часть церкви, Пресвятерий и Ризница, датируется XIV веком. Он несколько раз страдал во время войн, но его при этом неизменно восстанавливали. А трагедия случилась, когда во время похорон на прихожан собора рухнула часть крыши. После этого люди боялись в него ходить, и он стоял заброшенный, постепенно разрушаясь. Славу и популярность и надежду на реставрацию костел получил, когда в 2012 году студент Якуб Хадрава создал 32 уникальных скульптуры из ткани, пропитанной гипсом. Они символизируют собой фигуры судетских немцев, живших в этой деревне, для которых вера была неотъемлемой частью жизни. Каждая скульптура создана, кстати, на живых людях. Благодаря необычному убранству церковь получила новый шанс, а благодаря популярности необходимый ремонт. Ремонт, правда, продолжается до сих пор. Государство, однако, не стремится поддерживать восстановление, поэтому работу ведут за счет пожертвований. В округе достаточно живописно, но тихо и пустынно. Возле костела, как и положено, находится кладбище. Видите надписи на могилах, в основном на немецком языке, как и на памятнике воинам, погибшим во время Первой мировой войны. Мне кажется, что здесь должны были бы быть фотографии, но нет ни одной. Все немцы после окончания Второй мировой войны были принудительно депортированы из Чехии в Германию, и деревня опустела. А сейчас в ней проживают всего четыре жителя. Спасибо за просмотр! Надеюсь, вам интересно было побывать в таком необычном месте. А меня поблагодарить можно лайком, комментарием и подпиской на канал. Желаю вам всего самого хорошего! И до встречи в новом видео!